Здравствуйте всем, я из Украины, из Одессы, из жемчужины о море. И хотел, друзья, поговорить о такой теме интересной по поводу же, друзья, а есть ли ад или нет, друзья? Ну что же, друзья, здесь надо сказать? Понятно, друзья, все то, что всему главарь есть то, друзья, понимаешь, Господь Иисус Христос. Он есть путь, истина и жизнь. Он, друзья, создал всю нашу вселенную, не только планетную землю, а всю вселенную. И он, друзья, будет командовать, что как и будет. Ну что, друзья, понимает такую вещь, что надо дверять всегда очевидцем, да? Очевидцы, друзья, еще были... Фома Глана, друзья, наш очевидец. Это кто, друзья? Это Иисус Христос. Тот, та личность, друзья, которая действительно была в аду три дня и три ночи, воскресла, друзья, и рассказала нам все, что там есть, друзья. Как, что, зачем и почем, как говорится. Поэтому нужно понимать, друзья, что ад, ну, по-любому, реален, хотим это или не хотим, нравится или не нравится, друзья, это волновать никого не будет. Нужно понимать, друзья, то же самое, что в аду договориться, знаете, бывает часто такие, ну, идиотизм встречается, вот когда люди на вингеризации говорят, а я с атаной договорюсь, там, в раю скучно, в раю не скучно. Это, друзья, такое, ну, наверное, одно из самых глупейших, что можно было вообще в нашем нефтевстве что-либо сказать, друзья, можно было. Почему? Потому что в аду, друзья, ну, с атанова, во-первых, он ненавидит людей, он, друзья, всегда его ненавидел и не любил. И естественно, друзья, он будет брать постоянно и уничтожать людей. И ничего там, друзья, весело не будет. Не как в аду там будут, друзья, мучения и уничтожения, короче, друзья. А в раю, друзья, наоборот, никакого, сколько-то нет, Нет, наоборот, счастье, радость, друзья, вечная благодать, друзья. Тоже самое, как здесь, друзья, шикарно. В Одессе, друзья, на море, с прекрасной романтической атмосферой, с прекрасным полезным морским воздушочком. Только в раю все еще будут бесконечно разлучшены. Друзья, обязательно это помним, что ад существует, и там очень, друзья, очень плохо, и Сатана всегда готов уничтожать, друзья, людей. А в раю, друзья, полная счастье, радость и благодать. А для этого, друзья, чтобы туда попасть, нужно всегда, друзья, принимать Господа нашего, Иисуса Христа, нашим Творцом и Спасителем. Принимать его, друзья, строение, то есть церковь, почитать церковь, служение Богу, да, друзья, нужно почитать, молиться Богу, ну и проповедовать, то есть, естественно, Слово Божье. И таким образом, шаг за шагом, продавьте себя дорожечку, друзья, в вечность, в рай. Аминь.